Привет, ребят! Я на еврейском кладбище Стокгольма. И поговорим сейчас про ненависть, и про то, как история повторяется, и про многое другое. Просто поболтаем. Я только что была на экскурсии здесь. Конкретно это еврейское кладбище на территории северного кладбища в Сольне. И здесь это поновее кладбище. Это не 18-е, начало 19-го. Это уже вторая половина 19-й и 20-й век. Сюда хоронят членов современной общины уже. Экскурсия была по нескольким могилам. В основном девушек, которые приехали сюда после Холокоста, то есть в 45-м году, которых спасли союзные войска и распределяли по либо союзным странам, либо нейтральным странам. Швеция к себе взяла несколько тысяч человек и распределяла по больницам по всей стране, и далеко не все пережили первый год. Многие умерли прямо сразу от болезней, подпаченных там. И здесь прямо часть кладбища есть, посвященная именно этим людям. Вот ты ходишь и думаешь, слушаешь истории этих людей. Девушка из Праги, из достаточно богатой семьи, права получила в 30-е годы, 22-летняя девушка. Ну, сразу представляешь ее такую классную, стильную, да? И вот тут ее могила 45-го года. И сейчас есть проект, который пытается воссоздать их судьбу, чтобы, возможно, выжившие родственники смогли узнать, что могила ее здесь, и просто чтобы дать голос этим людям. И когда вообще я думаю про нацистскую Германию, я знаете, о чем думаю в первую очередь? О том, что нацисты-то были не все немцы, далеко не все. Меньшинство были нацисты, прям вот искренние, которые прямо считали, что евреев надо убивать. Остальные просто молчали, остальные просто сдавали соседей и так далее. И далеко не все, конечно же, были те, кто наоборот и спасал, или просто держал нейтральную позицию, чтобы спасти свою семью. Это все понятно. Но нам иногда кажется, что вот это нацистское общество, это было ужасно. Да нет, ребят, это было общество, как сегодня во многих странах. Я просто вижу, как сейчас антисемизм обратно поднимается, и не нужен Гитлер для этого. Не нужно никакой прям супер пропаганды. Мы сами делаем эту пропаганду в соцсетях. И этого сейчас так много. После начала войны в Израиле столько сообщений приходят антисемитского характера. И ты сразу думаешь, где вы все были эти 8 лет? Где вы были? Мне уже как бы казалось, что мир современный, ты гордишься тем, что ты еврей. Ну, евреи всегда гордятся тем, что они евреи, как и русские гордятся тем, что они русские, да, и так далее. Но обычно ты гордишься, но достаточно скромно. А тут наоборот, кричишь такой, я еврей, классно. Нет, нет, 2023 это опять не классно. Я сейчас читаю книгу, я вам про нее уже рассказывала. Вообще отношения к еврейству не имеет. Но она про то же самое. По реальным событиям книга, правда, это фикшн, то есть художественная литература про норвежский остров, 17 век. Ближе к Мурманску туда остров норвежский, который пострадал от шторма. Это реальные события. И почти все мужчины, взрослые, половозрелые, кто были в море по рыбу в тот момент, они все погибли. И остались на острове в основном женщины, немножко стариков, немножко детей. И женщины начали с собой управлять практически. Да, кто в брюках ходит, кто немножко вернулся к старым обычаям, какие-то руны у них. Ну, то есть христианство, конечно, да. Но христианство не спасло нас от того, что наших мужчин забрали. Поэтому делаем то, что помогает. И потом приезжает к ним, ну, он не священник, но почти священник. Такой, можно сказать, человек из власти. И пытается понять, а, это все ведьмы здесь, их надо срочно сжечь, как ведьмы. И правда, на этом острове было три ведьминских процесса. Жгли женщины. Я очень недочитала, очень интересно, кого из главных героев сожгут. И сожгут Лину, наверное, сожгут. И там тоже, знаете, главным героиням они слышат про сожжение ведьм в других городах Норвегии. Ну, как бы, ты правда думаешь о них? Вряд ли они были прямо такие ведьмы-ведьмы. Но они, наверное, делали запрещенные вещи какие-то, да? Но мы-то их не делаем, у нас в древней нет никаких запрещенных прям строго вещей. Мы у нас, ведьм-то у нас нету, как бы, да? И тут ты понимаешь, что эту соседку забрали за то, что у нее там руны какие-то нашли. Ту соседку забрали, потому что она на костях гадала, да, как делали в дохристианские времена. Они не какие-то ведьмы, они просто женщины. Просто они попали под раздачу. И вот это ощущение, что я думала, они какие-то другие, что вот те ведьмы, что они будут ведьмы. Я буду знать, когда я увижу ведьму. Вот их там жгут в этой там Альте, в этом Трёмсе, да? А у нас, ну, у нас-то нету ведьмы, бы уже знали, если бы у нас были ведьмы. Тем не менее, у них тоже процессы, тоже жгут людей, потому что это не какая-то история, знаете, древняя. Это не какие-то волшебные старые времена, как вот здесь написано на мемориале, что здесь могила погибшим во время правления зла. БМА Шельтона Рэша написано, да? Сейчас тоже Шельтона Рэша, сейчас тоже правление зла. И это сейчас не цыгановы, как бы, да? Это сейчас не теория заговора. А почему-то люди в последнее время в русскоязычном, по крайней мере, интернете, да не только русскоязычном, господи, евреям сейчас везде опасно быть, вернулись в какую-то позицию, что одни лучше других. Это просто страшно, это ужасно страшно. И я вот сейчас думаю, сколько я видео записывала на этом канале, да? Сколько эфиров я делала, и вы видели все мои эфиры. И как важно мне было говорить про то, что, ну, вот эта вся антироссийская, антиисломофобская повестка. Ни в коем случае не обобщать группы людей по каким-то негативным признакам. Вот и пока я говорила про, ну, допустим, исломофобию, да, как будто я вот просто пропустила мне мы своих пальцев. Тьфу, антисемиты махровые никуда не делись. Они, вот они, вот они, вот так вот реально пишут с Директ, что недобитые вы люди 44-го, там, какого, 40-х годов. Почему люди это пишут? Потому что им разрешают это писать. Кто? Общее информационное поле в интернете. Другие пишут, значит, я тоже напишу. Первый канал, который... У меня слов нету про то, что происходит там. Да, я не знаю, может, на Первом канале конкретно антисемитских не было, но там очень-очень плохо говорят про многие нации. Например, про Украину. Уж это я сама видела. И когда ты видишь, что про других можно плохо говорить, то начинаешь это делать сам. Потому что как бы это нормально, это уже в норме поведения. Но нет, блин, это не в норме, это никогда не будет в норме. Это никогда не должно быть в норме. И вот когда я на все это смотрю, я понимаю, что евреям и правда безопаснее всего находиться в Израиле. Несмотря на то, что они окружены врагами. То есть абсолютно объективно. Там можно маген давить, носить, флаг вешать, говорить на еврите спокойно. Нет, в Швеции это все тоже можно. И, скорее всего, с тобой ничего не произойдет. Вот ключевое, скорее всего, да. Когда ты это понимаешь, совсем по-другому смотришь на все эти войны Израиля, потому что у них нет другого, у нас у них, да, нет другого дома. Ты должен за него воевать. Да, Израиль можно очень сильно критиковать, но без антимитской повестки Израиль можно, нужно критиковать. Например, когда там делили Ближний Восток, можно обсудить, как деление происходило. И не совсем это израильская вина в том, что произошло, да, как делили то, что не произошло Палестина, например, да, как потом себя Израиль вел, как Палестина себя вела. Можно ненавидеть сегодняшнее правительство израильское, и я буду вместе с вами его осуждать, потому что сейчас в Израиле правительство очень странное, но прямо сейчас свергать его страны, потому что страна должна быть сильная, да. Но когда пишут однобокие сообщения про то, что в Газе погибают люди, при этом не упоминая, что газа на Израиль ежедневно ракеты пуляет, то, что сейчас происходит в Газе, это гуманитарная катастрофа. И я только закрываю глаза и представляю себя, вот если я мать, вдова, у меня четверо детей, я потомок беженцев из, допустим, Самарии какой-то, 48-го года, и сейчас мне опять надо из Газы переезжать там в Хан-Юнис, на юге Газа, потому что дети у меня больные, вот это все, и бомбят. Я пытаюсь поставить на место этой матери, это ад кромешный, и я больше всего на свете хочу, чтобы это закончилось. А представлять себя на месте пострадавших 7-го октября мне и не надо. Мне мозг сам это ночью показывает уже много дней. Каждый человек — это горе. Ну, честно, я не знаю, как сделать, чтобы это закончилось, чтобы перестали теракты в Израиле быть, чтобы перестали гибнуть дети, которые, возможно, ненавидят израильтян и готовы на себя повесить пояс террориста, многие из них, к сожалению, но я понимаю, что это не их вина. Это не их вина, это промытые мозги, но не может ребенок с 7 лет хотеть убивать. Порекомендую вам книгу, «Сын Хамаса» называется, про очень активного члена Хамаса, сына основателя Хамаса, который передумал, можно сказать, и решил вместо того, чтобы убивать, спасать людей. Очень интересная книга, очень искренно написанная. Ее, конечно, нужно с мыслью читать, что она одним человеком написана, то есть его история, и мы не можем ее перепроверить. Но там все достаточно объективно написано. Насколько я могу знать, как жительница Израиля, 12 лет жила в Израиле, он про Израиль пишет не очень лестно, и это правильно, потому что с точки зрения палестинцев Израиль далеко не всегда себя прекрасно ведет. Я сейчас не говорю о том, как ведут себя палестинские правители по отношению к Израилю. Они часто хотят его просто уничтожить. Но то, какой Хамас на самом деле, и насколько это просто реальное зло, он очень хорошо это подлавливает. Насколько это вот это вот сырое, какое-то кричащее, это вот голое зло, это горе со всех сторон. Я очень надеюсь, что и Израиль будет искать пути меньшего кровопролития. И, понимаете, когда я говорю про Израиль, когда я критикую Израиль, допустим, ну сейчас я не критикую Израиль, это потому что я могу. Когда люди в Палестине начнут критиковать, в Газе начнут критиковать Хамас, их там зарежут за это. Можете себе представить, да, что человек в Палестине будет сейчас записывать видео про то, как ему жалко евреев. Я уверена, такие люди тоже есть, хочу верить. Очень многие забывают, что Хамас прямо сейчас бомбит Израиль. Знаете, ребят, я вот когда записываю мои видео, мне хочется верить, что они помогают. Они одному-двум человек, людям поменяют мнение или заставят посмотреть с другой стороны. Так смотри, за несколько лет сотня-две людей, которые станут смотреть на человека, а не на его национальность. Я правда верю, что я своим каналам мир меняю, верила. А сейчас я понимаю, что мы никуда не сдвинулись. Понятно, что мой канал в глобальном мире ничего не поменяет, но мне именно на канал приходят отвратительные вещи. И, ну, большинство я фильтрую и стираю, конечно. На это видео придет говнище, конечно же. И такое чувство, что я все делаю зря. Такое чувство, что мир, как был, вот, доимеще льто на Рэша, да? Так он и остался. Ни хрена мы ни к чему не пришли. Мы возвращаемся в какое-то средневековье. Но потом я поняла, что если я вообще не буду записывать это видео, то станет еще хуже. Те два человека, они и не услышат мои слова. А могли бы услышать. Даже если я ничего не меняю, то, по крайней мере, я предотвращаю, чтобы было еще хуже для одного, двух, трех человек. Поэтому, если вы меня сейчас слышите, все, что вы можете делать, вы можете не молчать. Я не говорю сейчас записывать видео с антиантисемитскими или антисломофобными какими-то месседжами. Я говорю просто, когда вы слышите, ваш знакомый слышала недавно шутку, например, я даже не буду ее произносить, но очень антиукраинская, антиеврейская шутка. Надо пресечь такое. То есть ты просто говоришь человеку, извини, это абсолютно неуместно такое говорить. Когда мы начинаем ставить границы, то это перестает быть нормой. Это не должно быть нормой. Даже самые маленькие проявления вот этого говнища, они воняют очень сильно. Вот чтобы вот эти люди все погибли, не надо было всем немцам быть нацистами. Достаточно было большинству просто молчать. Пожалуйста, давайте все сделаем, чтобы ничего из этого не повторилось. Это ко всем сейчас относится. Когда я вижу в пабликах газы призывы к убийствам евреям, это к ним тоже относится. Когда я вижу в газетах израильских пишут, надо убивать нелюдей. Имеется в виду, конечно, в большинстве случаев имеется в виду, конечно, боевики Хамаса, потому что там, правда, о человечности речи не идет. Но и некоторые формулировки были такие, что там непонятно, это были боевики Хамас или все палестинцы в газе. И это очень опасно. Очень опасно. Я не знаю, как это все разрешится. Я не знаю, при моей ли жизни. Точно не при моей жизни. Но когда-нибудь я верю в то, что на той территории, где сегодня Израиль и Палестина, будет либо одно государство, большое, где все люди, кто хотят там жить, будут жить, либо два дружных государства. Я знаю, это утопия. Это уже многие предлагали. И то Израиль не готов, то Палестина не готова. Я это все знаю. Я это все знаю. Я историю очень хорошо знаю. Я хотела вам записать историю конфликта, но поняла, что я не потяну сейчас. Я не потяну. Зато вот это кладбище потянуло, ребят. Спасибо огромное. Я пойду сохнуть. Напишите что-нибудь хорошее, пожалуйста, чтобы те говнюки, которые придут под это видео, чтобы они не были большинством. Хорошо, что слезы не видны, кстати, потому что дождь. Пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова